Есть такая теория, она очень долго проповедовалась в многих церквях, что если Бог тебя спас, если Он тебя крестил Духом Святым, то значит все, ты уже 100% свободен и никаких других вещей быть не может. К великому сожалению, это не так. Мне бы очень хотелось, чтобы так было, но это не так. Так же само, как мы не можем сказать, что человек, который покаялся в своих грехах, он с этого момента стал полностью святым. Точно так само мы не можем сказать, что человек, который покаялся в своих грехах, он стал полностью свободным. Мы можем сказать, что его Дух уже спасен. И если придет Христос или этот человек умрет, то будучи рожденным свыше человеком, он пойдет на небо и он будет спасен. Это «да» и это «аминь». То есть здесь мы не оспариваем этот факт. Может ли человек пойти на небо, если у него болит нога? Может. Точно так же может он пойти на небо, если в какой-то сфере его души есть какие-то определенные нечистые вещи. И он может пойти на небо, потому что его дух спасен. Всякий, кто не родится свыше, тот в Царство Божие не войдет. Но всякий, кто родится свыше, тот наследует Царство Небесное. Это закон, это принцип. Здесь даже не надо задавать вопросы. Почему я так тщательно пытаюсь вам это разжевать? Послушайте, потому что есть столько перекосов в этом вопросе. И часто люди попадают в заблуждение. Они как-то пытаются от здравости перейти к нездравости. Знаете, иногда такая политика есть даже в церквях. Кто виноват? Да везде во всем виноваты проклятия, во всем виноваты бесы, во всем виноваты демоны. Ну, конечно, если в самый корень глядеть, конечно, да, аминь, сто процентов. Сатана искусил Еву, Адама, поэтому они виноваты. Но от человеческого выбора, от человеческого решения тоже очень многое зависит. И Бог не создал зомби. Понимаете? Бог не создал. Вообще, великий риск был в том, что Бог создал человека с выбором. Со свободной волей выбора. То есть, что такое свободная воля выбора? Он говорит, вот сад Эдемский, вот деревья, вот деревья, которыми можно питаться, вот дерево, от которого питаться вам вообще нельзя. Не прикасайтесь даже к нему. Но, с другой стороны, Бог не огородил это дерево колючей проволокой, не подвел туда 220, и не посадил там рядом с ним злых собак, да, чтобы они охраняли это дерево. Когда дьявол искусил Еву, и когда она уже протянула руку к тому, чтобы сорвать этот плод, Бог не остановил ее. Понимаете? Он мог бы остановить. На земле не так много людей было. Двое всего. Поэтому он мог бы увидеть, сказать, о, стоп, стоп, стоп. Нельзя, не трогай. Потому что Бог считается с твоим выбором. Знаете, это как на машине. Вот ты едешь, допустим, у меня есть такой показатель на компьютере, сколько литров солярки она берет, да. Вот я нажимаю на газ, еду 200 км в час, я смотрю, показывают 15 литров. Я потом притормаживаю, еду 80 км в час. Оно пересчитывает и показывает 8 литров. Понимаете? Так и Бог. Вот он смотрит на твое решение. Вот так решил жить. Бог тебе все пересчитывает и создает тебе определенную судьбу в этом варианте. Ты говоришь, нет, не хочу так жить, вот так буду жить. Бог говорит, ну ладно, пересчитаем дальше. И он тебе переписывает судьбу. Поэтому Библия говорит, есть воля благая, угодная и совершенная. А есть, но не совсем совершенная. Ты скажешь, от чего она зависит? Да от того, что люди не хотят под водительством Духа Святого. Люди живут по своим понятиям, по своим взглядам, по суетности ума своего. У них в голове окрошка. Что такое окрошка? Это ничего. Это непонятно, что это. Когда ты берешь кусок мяса, кидаешь его на сковородку и жаришь его с двух сторон, это понятно, что это. Когда ты ешь окрошку, это непонятно, что это. Квас, минеральная вода, редиска, яйца. Кваска, колбаска, огурец. Вот, вот, вот. То есть даже рецепта единого не существует. Вот такое у людей в голове, понимаете? И вот сегодня упор на квас. Потом что-то он передумал квасить, решил на колбаску упор сделать. То есть у него постоянное какое-то изменение. И Богу приходится судьбу человека пересчитывать. Для чего? Потому что Бог же доброго хочет. Вот. Человек говорит, все, развожусь. Бог, ну ладно, ну плохо тебе, конечно, будет. Неправильно, нарушил ты все. Ну ладно, мы тебе пересчитаем, как вот ты можешь вот идеально в этом варианте жить. Понятно, уже не будет у тебя благословений таких, как если бы ты не разводился. Но мы тебе такой вариант тоже просчитаем. Аминь. Знаете, как приходишь там куда-то путевку брать. И говорят, вам какую, подороже или подешевле? Мне подешевле. Тебя начинают считать. И высчитывают тебе, да? Без еды, без кровати, без моря. Ну просто там такой сарай. Будешь там на лежаке лежать, все. Ну, а что, ну эконом вариант такой, знаете. Зато стоит-то, елки-палки, 10 долларов в месяц. Все. Вот. Другой человек, он говорит, да я готов платить цену за свою счастливую судьбу. Все. Ему говорят, а тебе вот, пожалуйста, трехразовое питание там. Это и бассейн, и море, и гид еще свой, чтобы водил тебя. Аминь. То есть от выбора зависит многое. От выбора. От выбора. Бог с выбором считается. Бог не тиран. Бог не какой-то, знаете, такой злой господин, который вот только ждет, что ты ошибку сделаешь. Бог даже, исходя из твоих ошибок, пытается сделать так, чтобы ты вырулил. Скажи, вырулил, вырулил, вырулил опять, понимаешь. Почему? Потому что мы столько всего наделали по жизни. И Бог пересчитывает тебе все. И говорит, ладно, давай попытаемся вот так вырулить. Попытаемся так. Потому что Бог считается с волей твоей. Но с другой стороны, поймите, что такое проклятие. Проклятие – это вид наказания за непослушание Божьему Слову. И когда Адам и Ева согрешили, они получили определенное проклятие над своей жизнью. Какие там проклятия были? Первое, самое страшное проклятие – это смерть. Потом, говорит, будешь землю возделывать, утром встанешь, вчера пополол, утром встанешь, а тут посмотрю, а тут одни бурьяны немецкие растут. Как в России немецкие бурьяны называют? А у нас как называют? Амброзия. Есть, да? Вот ты там выпалываешь, все делаешь, все. Пришел, раз, это амброзия. Говорит, вот тебе земля даст вот так вот, чтобы ты знал. Теперь, говорит, хлеб будешь добывать. Что? А раньше как было? Подошел к хлебному дереву, сорвал, съел и пошел дальше. Знаете, что хлебное дерево есть? Что? Где оно есть? Короче, подошел, сорвал, съел, все, пошел. А теперь, говорит, теперь так не будет просто. Теперь для твоей жизни будет непросто, особенно для народа в Сибири. Там всегда все с наценкой шло. Будешь в поте лица добывать свой хлеб. Вот тебе проклятие. И знаете, мы, мы через Адама все в него вошли. Все вошли в это проклятие. Ну и там так далее, и так далее. То есть, к чему я это все говорю? Проклятие это наказание за неподчинение человека Слову Божьему. Почему Бог дал человеку свободную волю выбрать? Очень часто люди такие вопросы задают. А вот, а зачем? Что Бог не видел, что Бог не мог? А зачем он вообще этого дьявола допустил? А зачем вообще он это дерево насадил? А зачем вообще все? Вот, все. Вы понимаете, Богу нужны дети, Богу не нужны роботы. Знаете, Богу нужны дети. Вот почему я, допустим, всегда в церкви, я говорю людям, я говорю, ребята, если вы хотите куда-то уйти в другую церковь, ведите. Ради Бога. Они говорят, а ты нас не проклянуешь, пастырь? Я говорю, послушайте, вопрос ведь в чем? В том, если ты здесь, потому что ты боишься, что я тебя прокляну, так тогда не надо быть здесь. Тогда не надо быть здесь. Зачем? Но если ты здесь по свободной воле, вот, ты выбрал быть здесь. Понимаете, вот что Богу надо? Не то, что зашугались, ненавижу я тебя, Бог, ну ладно, чтоб плохо мне не было, буду тут стоять. Понимаете, какой? А Бог говорит, да не надо мне это. Зачем мне это надо? Чтоб ты из-за страха тут возле меня был. Начало мудрости, страха спустя. Так начало. А потом должно все перейти в что? В любовь. Потому что это первая заповедь. Итак, первая причина проклятий, это прямое или косвенное вовлечение в оккультизм. Прямое или косвенное вовлечение в оккультизм. Значит, оккультизм это вид идолопоклонства. Какая первая заповедь? Одному ему служи, да не будет перед твоим лицом других богов, ибо я Бог, наказывающий детей за вино отцов до третьего и четвертого рода. То есть, идолопоклонство это признание Богом того, кто в своей сущности Богом не является. Это признание Богом того, кто в своей сущности Богом не является. Когда человек идет к любому оккультизму за сверхъестественной помощью, фактически он признает сверхъестественную власть этого Бога над своей жизнью. То есть, он отдает первенство, он отдает власть Богу, который Богом не является. Который в своей сущности это идол. Понятно, что за каждым идолом стоит дух. За любой религией, за любым культом стоит дух. Понимаете, даже если мы говорим о таких, ну, маргинальных религиозных каких-то течениях, типа там, язычество, которое было вот в России, в Украине, да. Мы же с вами-то не христиане. Наши рода. Они не поклонялись Богу. Они поклонялись идолам. Был там этот бог Перун. И за ним стоил определенный дух. Поэтому люди, которые поклонялись этому Богу, они поклонялись куску там железа или куску дерева, да, они поклонялись этому духу, ну, вернее, этому Богу, да, но они все равно видели чудеса. Понимаете? Мусульмане видят чудеса. Буддисты видят чудеса. Индуисты видят чудеса. У них там корова священная. Но они все равно чудеса видят. Почему? Потому что за ними стоит определенный дух. И самое главное, что мы должны понимать, чудеса никогда не были показателем принадлежности к Богу. Никогда. Поэтому Иисус предупреждает, говорит, в последнее время появятся такие люди, которые будут огонь с неба сводить, как Илья. Но вы не должны за ними идти. Итак, самое страшное проклятие. То есть, я вчера говорил, что очень большие проблемы обычно у людей, в чьем роду есть люди, занимавшиеся оккультистом, оккультизмом. Это самое большое проклятие. Потому что заповедь-то первая. И первое наказание провозглашено. И наказание провозглашено до третьего и четвертого рода. Это самое плохое, что можно делать. Кстати, если брать Старый Завет, вот просто брать Старый Завет, Бог, Он очень на многие вещи закрывал глаза. На многоженство. То есть, я хочу, чтобы вы так реально меня понимали. Он закрывал глаза на многие вещи. Это был Старый Завет. Он не судил за многие вещи. Соломон там себе набрал 300, 700 журн и 300 наложниц. И Бог закрывал глаза. До какого времени? До тех пор, пока они его не склонили, что поклонятся другим богам. А теперь послушайте. В корне любого греха, в корне любого греха, все равно лежит оккультизм. И рано или поздно, если человек каким-то грехом определенным грешит, то он все равно попадет в сверхъестественную власть дьявола. почему говорят? Не можете поклоняться Богу и мамоне? Кто такой мамона? Деньги, да? Ну, деньги зарабатывать-то мы можем? Можем. Можем. Вопросов нема. Но как только ты начинаешь поклоняться деньгам, сразу приходит оккультизм. простые вещи, элементарные, да? Человек десятку взял и на прилавке раз, 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 что? Да чтоб прибыль была. И таких вещей тысячи, понимаете? Нам иногда кажется, ой, да что там оно такое, оно ничего такого особенного. Да, все большое начинается с малого. Все большое начинается с малого. Кто-то сидел там дома по 50 грамм вина пил, потом алкоголиком стал, вот и все, все, большое начинается с малого. И ты никуда от этого не денешься. Наркоманы обычно этим страдают, бывшие. Заболел? Ах, я больной. Таблетки, 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 таблетки. Пошел, купил какую-то заразу, съел таблетки. Еще съел кашель у меня, Катерпин. 60 таблеток в день, ну, чтобы не кашлять. То есть, все большое начинается с малого. Политики, да все политики, все, я вам гарантию даю, они все в это вовлечены, в оккультизм. У них у каждого есть какая-то бабка, какой-то астролог, что-то там гадают, ворожат, что-то делают, что-то там это, у всех все есть. Я когда посмотрел на тетку Юлии Тимошенко, я офигел. просто, это вообще, это чисто, чисто, оккультический человек. Там все. И ты думаешь, откуда? Ну, вот оттуда. Все оттуда. Потому что, понимаете, если ты чем-то заниматься решил серьезно, тебе все равно сила понадобится. если ты не серьезно чем-то занимаешься, ну, тебе ничего не надо. Знаете, вот говорят, там политика, да, там безбожная Советского Союза. Да ерунду говорят. Ерунду говорят. Все они верили в сверхъестественную силу. Все. В 42-м году Сталин заставил вернуть всех священников из тюрем. Открыл все храмы и заставил молиться. Взяли какую-то икону и кружляли на самолете вокруг Москвы, чтобы немцы не забрали Москву. Если таких случаев, например, там сотни этих случаев. Гитлер. Кто такой Гитлер? Человек, который никогда не пил, не курил, не блудил. Чем занимался? С детства в библиотеке сидел. Читал книжки. Где-то он вычитал, что есть священное копье, которым Иисус Навин там простер, когда врагов поражал. Так называемое копье Лонгина. И он начал его искать. И он нашел его в музее где-то в Австрии. Говорит, он встал возле него и 10 часов вот так простоял. И когда он там стоял, на него что-то сошло, он дрожать весь начал. Он тратил миллионный Райхсмарак для поиска чаши Граля. И там экспедиция одна за другой ездила в этот в Тибет искали эту часть. Зачем? А всем говорили Бога нет. Это знаете для лохов Бога нет. А для настоящих пацанов Бог там всегда есть. Знаете? Это вам не надо верить, не надо ни ваше верить, ничего не надо верить, все нормально. Не надо ни ваше верить. Нам верьте, партии верьте, народу верьте, все. А они всегда все верили, всегда все верили. И всегда все опирались на духовный мир, на Божий, на дьявольский, но сам факт опирались. У брежнева кот был, который ему монахи тибетские подарили, он его три раза от смерти спас. Три раза спас от смерти. Он должен был куда-то ехать, кот с ума сошел, прыгал там, кидался, царапал его. Тот понял, что ему ехать не надо. В этот момент его хотели убить. И так несколько раз было. Все, все верят, все верят, об этом никто не говорит. Но все верят. Все думаете, Путин или Янукович на Новый Афон поехал там, просидел неделю. Чего ты там просидел? Если тебя спросить. С одной стороны, вроде как там монахи ему что-то сказали, с другой стороны, там ему буддистские монахи что-то сказали. Люди всегда ищут для того, чтобы быть сильным на земле, люди всегда ищут опору в небе. или в небе, или в поднебесье. Они ищут опору, им надо на что-то опереться. Почему мы говорим о христианских странах? Потому что христианская страна, это страна, которая уничтожила идолав. Я сейчас выступал в Киево-Могилянской академии на факультете религоведения. И я смотрю, среди молодежи сегодня опять набирает популярность язычество. И они начинают говорить о наших настоящих культурных традициях. И все. Я в Латвии был. То же самое. Набирает, набирает, кто там герой латвийский-то? Напомни мне. Короче, какая-то тетка переспала с медведем и появился мужик. Это герой латвийский, латвийский герой. Вот так. Было оно так или не было, я не знаю. Но вот такая у них там легенда ходит. И это язычество. Это языческая Латвия. И когда они раз в год на межопарке там не знаю сколько там тысяч, там 10, 20, 30, 40 тысяч помещаются на этом стадионе, они собирают праздник Лига или как там он называется. И они там танцуют и там все. И ты смотришь вот сверху я смотрел эти танцы, да, реально, ребята, языческий шабаш. Чисто шабаш. Там фигуры эти все, 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 все. Да для того, чтобы нация была сильной, ей нужен либо Иисус Христос или какой-то демон. Понимаете? Отчего мусульманство такое сильное? Потому что у них есть святыни, есть поклонение. Посмотрите, в чем сила? Идешь в центр Лондона, и этот их намаз или как оно там у них? Да, смотришь, вот они стояли, мужики, разговаривали, там что-то, тиринь, коврики кинули в центре Лондона, на колени упали. Ла-ла-ла-ла, в России сейчас, ужас. Да чего вы катитесь, россияне? Молиться надо. В Москве, на площади, сколько их там собралось? Сто тысяч лицов как собралось. Все упали на колени, все. Вот чем сильна религия, понимаете? И религия-то всегда сильна была поклонниками. Всегда. Есть поклонник, есть религия. Что стоит за религией? За религией стоит бес. Есть слабые демоны, есть сильные демоны, но они там стоят. И Бог говорит, если ты будешь поклоняться, ты фактически идешь к другим богам, ты идолопоклонник. Результат ты попадешь под проклятие. Это же самое касается Саула. Что он сделал сначала? Прогнал всех волшебников и стремился к своих идолов. Да? Все нормально. Все хорошо. Служим Богу. Потом прошло время. Жизненный кризис. Молюсь Богу, Бог молчит. Что делать, когда молюсь Богу, Бог молчит? Кайся! Аминь! Убирай преграды! Бог молчит. Он говорит, сыщите мне волшебство. Где же ее сыскать? Ты же их выгнал-то. Сыскали где-то. Вызвало ему духа. Что ему дух сказал? завтра ты будешь мертвым. Как я буду мертвым? Его даже враги не убили. Кто его убил? Сам себя убил. Вот и все. Это проклятие. Вот так выглядит. Кто еще умер? Сын его умер. Кто еще умер? Внуки его погибли. Мы видим, как выглядит проклятие. И первое, это заедало поклонство. За это можно разговаривать до бесконечности. Потому что здесь столько много граней. Второе проклятие. Неповиновение родителям и непочитание родителей. Библия говорит, почитается и мать, будешь долголетен на земле, будет тебе благо. Можно перефразировать, не почитается и мать. И будешь жить мало и плохо. Вот и все. Когда говорят, вот кавказцы долго живут, потому что у них воздух хороший. Я помню, когда-то я был на Кавказе, и мы поднимались на это озеро Рица. Казалось, не так и высоко, да? Я думал, там помру по дороге. Воздух хороший. Лучше наш, донецкий. горловский воздух хороший особо. Кислород другой, воздух разряжется. Да они, они там вот такие все энергичные, воздухом хорошим дышат, мясо едят, с шоколадками и с коньяком, поэтому они вот так долго живут. Да не поэтому. Не поэтому. Мы когда-то машину продавали армянам. стоят наши парни и подошли два армянина. Хороший мужчина, сейчас мы отец привезем сто метров от нашей машины до их сто метров отца посадили на заднее сидение. Он не старый, он нормальный, да? вот так подъехали, он окошко открыл, посмотрел. Берите. Понимаете? Уважение. Уважение. Почтение. А я живу, когда в Харькове, я просто, у меня мозги дымятся. Когда приходит женщина на прием, 30 лет женщина, пастырь, поговорите с моей мамой, чтобы она отдала мне квартиру. И это настолько серьезно. Судятся, ждут, пока родители дуба врежут, молятся, чтобы родители быстрее на тот свет пошли. Почему? Потому что квартиры нет. Знаете, что я вам скажу? И не будет. И не будет этой квартиры. я уже не говорю об этом. Я говорю даже о простых вещах, элементарных. Трехкомнатная квартира, живут родители, живет двое детей. Парень привел невестку, дочка привела жениха. Вот получается, в одной трехкомнатной квартире живут три семьи. Они отдыхают, гуляют, телек смотрят, сексом занимаются, друзей приглашают, бухают. Одно вот это, одно вот это, да, даже если они нормально к родителям, одно вот это, уже это отношение к родителям как к скотам каким-то. Почему? Почему родители, которые тебя вырастили, которые тебя подняли, которые тебя это, а знаете, это политика жизненная. Когда спросишь, сейчас на улицу выйдешь, ради чего живешь? 99,9% тебе скажут ради детей. ты живи ради детей и сдохни ради детей. Вот так вот. Не надо жить ради детей. Нашли ради кого жить. Детей надо воспитать и выгнать. Причем, чем быстрее выгонишь, тем легче. Потому что, чем дольше не выгоняешь, тем труднее потом выгнать. все, иди, иди. Папа, ну у нас же квартиры, иди живые вообще жить. Иди, иди, иди. Ну как? Ты что, меня не любишь? Вот именно из-за того, что я тебя сильно люблю. поэтому я тебе говорю, иди гуляй. А как? А, ну так. Давайте родители будем умными родителями и заставим себя почитать и не будем своих детей в проклятие ставить. Не надо ставить людей в проклятие. Не надо их доводить до такой степени, что они потом понимают, что только от родителей мы все должны. А здесь тоже моя одна четвертая часть квартиры. Отдайте мне деньгами. Я одна такая пришла, говорю, пошла вон отсюда. Вот. Мама несправедливая, мама несправедливая. Мама, все, что могла тебе дать. Она на двух работах работала, чтобы тебя дуру воспитать, выучить, и ты привела оттуда хахаля, какого-то придурка. Вы целый день на диване лежите, пьете пиво, жрете. Еще мама вам виновата. Мама вам еще... Понимаете, вот непочтение. Непочтение. Это самое страшное, что может быть. Причем Бог же не сказал, почитайте хороших родителей, а не почитайте плохих. Знаешь, как я был сейчас в Африке, один пастор там проповедовал, рассказывал о своей жизни, рассказывал о своей проблеме жизненной. И он такой уважаемый человек в этой стране, но все знают, что у него была одна проблема, горе было. Он вообще сам был из оккультистов, из Вуду. Его отец был из Вуду. И он покаялся, принял спасение. Бог его полностью освободил. У него еще пальцы вот так скрученные, потому что он там во время ритуала в Вуду держал какой-то факел, и ему пальцы сгорели. Он просто не чувствовал. В трансе в таком году что он не чувствовал, у него сгорели пальцы, рука сгорела. Вот такие обрубки там торчат. И вот он покаялся, спасся, все. Родился свыше, начал своему отцу проповедовать, все. Тот говорит, ну, я вот такой путь избрал. Ну, в общем, такой разговор у них был. И уже он был несколько лет верующий, нашел девушку из церкви, верующую девушку. Говорит, я хочу жениться. Отец ему говорит, не женись. А тот, папа, ты вообще, ты оккультист. Ты вообще ничего не соображаешь. Ты понимаешь, ты, моя жена, моя девушка, она рождена свыше. А тот говорит, я их семейных бесов знаю. Бесы свыше не рождаются. Говорит, не женись. Вот знаете, раньше такого даже понятия не было. Если люди хотели замуж выходить, жениться, они все равно хотели получить какое-то благословение. Они боялись проклятие, как Яков. Как Яков. Мама ему говорит, ты вместо брата приди, получи тихо рябоза. А тот говорит, а вдруг батя меня просечет? И тогда вместо благословения я получу что? Проклятие. Я боюсь. А сейчас же никто ничего не боится. Сейчас же все смелые. Все смелые. Когда в самолет садятся, все боятся. А когда от родителей проклятие получить? Те, что хочешь, то и говори. Мне пополам. Смелые делать зло. Смелые делать зло. И он, этот пастор, развелся с женой. Он говорит, у меня сколько было попыток именно вот спасти семью, и я не смог спасти. Потому что даже, даже если родители вообще не правы, у них есть статус. понимаете, сам статус, самодолжность, самодолжность, самодолжность. Это все равно, что знаешь, вот как, допустим, ты сидишь в кресле директора. Просто ты попал в кресле, у тебя должность. Директор. Я директор. Все. И тебе приходит человек, подпишите отпуск. Понимаешь, ты плохой директор. Ты самый хуже директор. Ты директор, который ноль. Ты дуб дубом. Ты вообще ничего не знаешь, как директор. Ты ноль. Но все равно твоя подпись отправит эту женщину в отпуск. Понимаете? Вот и все. Почему? Потому что ты должность занял. Ты позицию занимаешь. Ты даже не соответствуешь этой позиции, да, как отец. Не соответствуешь. Плохо все. Тяжело все. Неправильно все. Но именно из-за того, что ты отец или ты мать, твоя подпись, она либо благословение вызовет, либо проклятие. Поэтому когда родители проклинают детей, кто-то говорит, вот они проклинают, а я ничего сделать не могу. Я тебе утешение дам. Я тебе дам утешение. Притчи 26.2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова